На мне форма как бы британского типа, но сам я представляю войска Новой Зеландии, 2-я пехотная дивизия новозеландская. И снаряжение все обычный Webbing P-37, производство в Великобритании, такой же использовался у англичан, у австралийцев и у всех доминионов Британии. Вооружение, пистолет Webbing 38-го калибра, использовался в конфликте Второй мировой войны и после. А это комбинезон? Нет, это батлдресс так называемый, это шерстяные штаны и шерстяной китель. Он как бы шел, можно сказать, он универсальный, он шел на лето, на зиму и на осень. Также в британских войсках еще был тропический тип одежды, это шорты и рубашка. Обычный британский шлем МК-2, это модернизированная версия шлема Первой мировой МК-1. А он вообще что защищал? Вообще этот шлем уже к началу Второй мировой войны считался устаревшим, потому что он защищал голову от шрапнельных осколков. Он не закрывал уши, не закрывал часть головы и по опыту Первой мировой он закрывал только голову из-за того, что когда разрывались шрапнельные снаряды над головой, он защищал непосредственно саму голову. Но он просуществовал до конца войны и уже даже во время высадки в Нормандии британцами использовался усовершенствованный тип, это МК-3. Он уже был немножко похож такой на горшочек. Это даже не шарф, это маскировочная сеть. Его можно использовать как, ну, снайперы использовали как маскировочную сеть на голову, когда сидели с винтовкой. А также его использовали как шарф. А основной оружием у вас какой должно быть сейчас? Вообще, я, так как военный полицейский, ну, в звании Лэнс Капрала, в вооружении у меня может быть любое. От пистолета до винтовки. В данный момент это револьвер. А часы у вас тоже какие-то? Да, часы тоже армейские, обычные. И на них еще полагается застежечка, которая закрывает их от, ну, как бы, от грязи и от бликования, чтобы во время солнца, там, во время боев и солнца, блика не было, и враг не мог разуметь. А в подсумках что должно быть? В подсумках должен быть один магазин к пулемету Брэн и россыпь или обоймы к Лиэнфилду. Субтитры сделал DimaTorzok